теперь что касается печени мы подошли уже бумаги так стоим на пороге чистки печени я так начал как-то вспоминать все свои чистки и свои чужие дело в том помимо того что я сам себя почистил когда заработал летом восемьдесят четвертом пятом году и он примерно проработал со мной до восемьдесят девятого года клуб бодрость в каменске здесь я учил как чистить что там делать дальше я поехал когда мы их не докатились до санкт-петербурга и начали сдаваться там вот эти вот различные там встречи с издателями и прочим на меня вышел там такой интересный кооператив по оздоровлению женщина руководила им и вот они попросили меня чтоб я обучил их сотрудников как делать чистку и мы поехали в санаторий изорские изорские рабочие или как-то там так вот примерно назывался и вот там где-то человека по моему 22 и завела желание почистить печень и вот я с инструкторами руководил всей этой чисткой и где-то у человек только двух что-то не получилось не получилось у них у вас все остальные были довольны как слоны особенно там запомнилась последняя женщина полно на так уже начала на меня туда говорит что-то чистка не идет что-то не получается что-то типа начала уже типа такой сякой и тут ее короче только раз проносит это камни поваляли на о о о о хорошо хорошо вот вот удалось тогда теперь серьезно очистки печени смотрите накануне чистки печени вы должны собрать свою, как бы сказать, энергию то есть быть хорошо отдохнувшим, свежим без всяких страхов и упреков чтобы у вас была энергия чтобы вы были спокойны потому что беспокойство зажимает все эти желчные протуки и толком у вас там ничего не выйдет вот спокойствие и вы должны быть не уставший отдохнувший далее, значит, какие могут быть у вас у вас, так сказать, проблемы вот такая вот проблемка несколько неприятная иногда случается и лично у меня такое было что вы начинаете чистить печень, все масло выпито с соком лимонным пошли выбросшиеся желчи и, естественно, все это происходит ночью вы там встали в туалет сходили потом ложитесь спать потом у вас опять позыв и так несколько раз особенно во второй половине ночи бывает когда печень и желчный пузырь активны именно тогда случается что происходит вот эта вот желчь, которая выделяется она имеет такую консистенцию что она проходит не раздражая будем говорить наш кишечник не вызывая позывов и вы просыпаетесь так-то так раз о! она у вас вышла из прямой кишки и, грубо говоря, вы лежите в этой желчи ну не так уж много но есть вот поэтому старую простынь под себя постелите и одевайте, значит нижнее белье чтобы хоть там что-то там такое осталось это такое и по этому поводу дальше идет так как желчь выходит через прямую кишку и слизистая у нас ануса от частого выделения желчи которая раздражает вот эту как раз слизистую именно ануса может возникать раздражение потому что раз, два, три, четыре, пять там у кого как больше, меньше надо значит соблюдать правила гигиены и тепленькой водой все это значит смывать и дальше там грубо говоря просушивать чтобы у вас не было раздражения это уже с практики я вам говорю чтобы вы знали понимали а то столкнуетесь никто вас не предупредил никто не сказал это может быть то что вы просто-напросто если что-то такое случится вы можете масло вот смотрите вариант первый масло вырвали что тут происходит здесь значит очищаются легкие желудок рот очищается насколько они очищаются нам главное печень очистить то есть масло не прошло значит следующий раз взять масло в два раза меньше на чистку печени а перед этим перед этим вот смотрите как его правильно применять масло если вы сразу выпьете ну что там 100 грамм выпили сразу и запили 100 грамм сока ну что взрослый человек легко и просто это сделать что может получиться как раз может получиться из-за того что столько много масла поступило в желудок рвота то есть она сработает как рвотная поэтому тут используем вот такую хитрость мы просто-напросто особенно вы чувствуете что у вас склонно склонность имеется к рвотам вы делаете глоточек масла причем масло должно быть теплое вы его подогреваете также подогреваете и лимончики эти ну как тепленько положили вот допустим завтра я буду чиститься я его лимоны и масло вынимаю с холодильника и оставляю при комнатной температуре этого достаточно чтобы все это хотя бы до комнатной температуры нагрелось потому что не надо чтобы у нас там желудок грел масло и сок нет это ошибка они должны быть тепленькие сразу же пошли потому что вот этот холод он вызывает спазм спазм и не проходит пока это все нагреется и тут может как раз и рвота случиться вот значит масло лимонный сок должно быть теплым небольшой глоточек раз сделали масло запили таким же глоточком лимонного сока и минут 10-15 можно даже больше особенно если вы чувствуете позывы на тошноту значит 30 минут делаете вот перестало тошнить ага выпили то есть выпили глоточек подождали 10-15 минут нормально нормально следующий глоточек тут спешка не нужна ага нормально все нормально пошло так 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 третий то есть практически нам 3-4 глоточка достаточно для того чтобы мы в сети там 100-150 грамм масла с вами выпили но не за один раз это ошибка как правило именно это провоцирует рвоту и при этом смотрите если вы вот взяли грубо говоря там 150 грамм масла и выпили 100 грамм и чувствуете ну она уже не лезет ну никуда что если выпить и этого как бы сказать до нормы вот надо а вас вырвет и все это вывернется не надо выпили 70 грамм нормально 100 грамм нормально все этого хватит у каждого как-то своя доза и норма вот у меня 100 с лишним килограмм ну грубо говоря мне там можно 150 масла махануть и это для меня норма будет а если у человека там 60 килограмм куда там ему 150 грамм масла его там вывернуть наизнанку сразу же то есть учитывайте эти показатели свои индивидуальные особенности следующий раз на следующую чистку берете половинную дозу масла и пьете как я вам рассказал что бывает вот смотрите бывает что выпили масло и ничего ни рвоты ни прослабления то есть ваш организм просто-напросто съел масло как в этом случае быть и что это значит это значит то что у вас организм слишком сух и масло сработалось как будем говорить вот этот пластификатор увлажнитель у вас значит была недостаточно хорошо проведена предварительная подготовка а именно смягчение организма то есть смягчение организма это надо его прогреть и насытить влагой а если этого не сделано естественно организм просто-напросто вот свою сухость сделал влажностью за счет масла там смазался будем так говорить и ничего не вышло учтите это то есть накануне накануне значит никаких процедур вот допустим сегодня там а тем более завтра связанных грубо говоря с бани когда вы потеете когда уходит у вас вода тело становится сухим лучше всего теплые прогревающие ванны чтобы вас напитывало напитывало видите в чем разница и это также указывает на то что выбрано время неправильно то есть некоторые там чистятся грубо говоря осенью осенью там самая слабая печень или там другого какое-то время вот то есть тут биоретмологические особенности как раз вот играет здесь существенно когда будут выходить эти все камушки ну можете взять зубочистку зубочистку и они такие будут у вас типа пластилина вы их можете только раз накалывать и в баночку если вы хотите кому-то показать значит грубо говоря вы их вот так вот накололи в баночку там под прохладной струей воды там помыли слили оставили если желание сфотографируйте кто чистился и по электронной почте ну сбросьте мне свои фотографии что там у вас там выйдет но это тот кто уже чистился пойдет на вторую чистку печени то здесь подготовка по Татьяне Буревой так прошла вы почистились иначе следующий день начинается обычно утром у вас будут выбросы если не будут можете сделать очистительную клизму чтоб вышло можете выпить на следующий день это яблочно-свекольный сок свеклы примерно одна столовая ложка теле можно три столовые ложки кто как свекольный сок вас понимает и стакан яблочного сока то есть смесь свекольного яблочного сока они очень хорошо очищают можем клизмы сделать можем вот это выпить я обязательно выпью потому что клизма вымоет то что у вас в толстом кишечнике было и удалит а потом дальше еще допустим почему клизм надо сделать будет несколько потому что грубо говоря то что вышло в толстый кишечник сначала выбросилось это одно что-то осталось в толстом кишечнике ага вы вымыли что-то еще в тонком кишечнике вышло и по нему передвигается и грубо говоря часа через два через три опять толстый кишечник выйдет вы опять клизму сделали или будет прослабление посмотрите вот поэтому либо несколько раз этих клизм сделать либо несколько раз вот смотрите утром мы пили сок она так хорошо вас все это протолкнет чтобы было с тонкого кишечника через толстый наружу свекольный яблочный сок зажировку я сказал будьте внимательны а потом можно часа там через четыре пять еще разок его повторить чтобы дальше что-то еще может выйти пропихнулось желательно вам еще почитать как я там проводил чистку печени и сказал поза такая на коленях сет на коленях способствует тому что круг будет циркулировать в основном у нас в туловище ноги пережаты и масса крови после того как вы приняли значит этот масло с лимонным соком должна значит вот это пройти по желудочно-кишечному тракту тракту сосаться в кровь войти в печень и чтобы все это как-то побыстрее произошло желательно через часок после того как вы приняли масло или все масло применили вот через часок через там полтора сесть и посидеть на пятках на согнутых коленях ну там я дам рисунок как ну и еще там одно усилие дышать через правую ноздру правую ноздра разогревает организм чтобы это еще более было лучше вы еще щепоточку перчика чуть-чуть положите на язык и вы почувствуете как оно у вас начнет разогреваться и циркулировать то есть дополните это еще вот таким действием ухищлением ну и потом с грелкой у меня тут грелка несколько иная будет я вам покажу тогда какая у меня грелка вы ложитесь вот и спокойно значит засыпаете если заснете раз пазы в туалет пазы в туалет и смотрите что выходит ну вот пожилой и все что надо знать на этом этапе на следующем этапе уже поговорим о питании питании я бы советовал кашки гречневая кашка рисовая кашка такая знаете полдня посидеть на кашках чтобы все там как-то завязалось успокоилось если дальше не будете чистить а если пойдете на вторую чистку печени это как правило человек определяет если он чувствует что у него еще хватит сил на вторую чистку он ее делает это вы должны решить самостоятельно зная себя зная возможности своего организма идти ли на вторую чистку печени или нет я обычно недельку отдыхал а потом делал еще разок чистку печени недельку отдыхал еще там дня три отдыхал делал вот было так нормально понравился канал звони в колокола ставь лайки и Субтитры сделал DimaTorzok